Добрый вечер! Информационная программа нашей новости начинает свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. И Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Вдоль по улице Ямской. Почему появление ям на центральной улице Барнаула стало традицией? Будет город-сад. В Барнауле презентовали новый генплан развития города и тут же раскритиковали. Мелодии в помощь. Зачем алтайский музыкант организует благотворительные концерты для нуждающихся? В Барнауле второй день одной из самых горячих тем обсуждения автомобилистов и пешеходов остаются огромные пробки в центре города. Движение по оживленному участку проспекта Ленина в районе медицинского университета перекрыто из восстановительных работ на месте провалившегося асфальта. Ремонт продолжается со вчерашнего утра, но пока яму так и не заделали. Асфальт провалился 26 октября поздно вечером. По счастливой случайности никто не пострадал. Отметим, что с начала года это уже третий подобный случай в районе перекрестка Ленина-Чкалова. Сотрудники водоканала рассказали, что причина ЧП – обрушение кирпичных стенок колодца. Чтобы не допустить повторения ситуации, новый коллектор возводят из железобетона. Ремонт осложняется тем, что на этом участке коллектор находится на глубине 6 метров. Поэтому коммунальщикам пришлось выкопать огромный котлован, чтобы восстановить один единственный колодец. Специалисты водоканала осмотрели соседние канализационные люки и заверили, что их состояние опасений не вызывает. Завтра, думаю, после середины рабочего дня, после обеда, приступим к началу работы по благоустройству. Сейчас приедут подрядчики, которые будут проводить уже предварительную оценку, каким образом это делать и так далее, и так далее. Для того, чтобы исключить просадку котлована. Движение транспорта на этом участке дороги все еще перекрыто, организовано в объезд. Инспекторы ГИБДД, которые дежурят здесь, отмечают, что поток автомобилей сегодня меньше, чем накануне. Предположительно, движение на аварийном участке проспекта Ленина откроют только в понедельник. Активисты Общероссийского народного фронта призвали власти Барнаула прекратить укладку асфальта в снег и в дождь. Претензия была вынесена после того, как стартовали работы на мосту через реку Барнаулку. Асфальт здесь начали укладывать 19 октября и продолжили, когда пошел снег, а температура воздуха опустилась до минусовой. Как известно, и ГОСТ, и СНИПы запрещают вести дорожно-строительные работы в холодное время года и во время осадков, поскольку битум быстро замерзает и происходит плохое сцепление слоев дорожного покрытия, а вода – самый главный враг асфальта. Если укладка асфальта продолжится в ближайшее время, весной покрытие моста потрескается, на нем появятся многочисленные ямы. Это значит, уже через пару лет вновь потребуются деньги из бюджета на восстановление востребованной и важной городской дороги. В ответ на обращение общественников на официальном сайте администрации Барнаула появилось сообщение о том, что подрядчик укладывает асфальт на мосту по новым технологиям, которым якобы не страшны мороз и осадки. Реконструкцию участка планируют завершить в ноябре. Быть ли в Барнауле подземному туннелю под железнодорожными путями? Реализуется ли, наконец, давний проект Обского бульвара? И вообще, в каком направлении будет расти город в ближайшее десятилетие? Ответы на эти и другие вопросы предусматривает генеральный план развития краевой столицы до 26-го года, который представила Барнаульская мэрия. Правда, пока проект вызвал у общественности больше вопросов и критики, чем положительных отзывов. Илья Кочетков продолжит. Финансовый деловой туристический центр регионального значения. Таким ведет авторы нового генплана краевую столицу в ближайшие 20 лет. К тому же, по прогнозам специалистов мэрии, население города за это время вырастет до 740 тысяч человек. А значит, больше автомобилей, больше пробок. Так что вспомнили и о самых фантастических планах. Проект тоннеля под железнодорожными путями, который должен связать проспект Красноармейский и улицу Юрина, несмотря на свою, казалось бы, фантастичность и дороговизну, он также учтен в новом генплане, что дает шанс на его реализацию. Впрочем, как пояснили сегодня городские власти, ситуация такова, что практически все городские магистрали требуется расширять. Иначе с ростом потока машин не справится. Это коснется Власихинской, Антона Петрова, Юрина. А чтобы отвезти от города большегрузы и заодно сберечь асфальт, запланировали объездную дорогу, которая должна начинаться от Ганбинского тракта. Она соединяет у нас Павловский тракт, она у нас проходит за, так скажем, поселком Лесной и уходит на Зеленогорский тракт, за поселком Бельмесева. Новое жилье планируется строить в сторону запада-северо-запада. Также предлагается более активно сносить ветхое жилье, заменяя его новостройками. При этом простились с планами жилой застройки правого берега Аби. Отныне здесь будут лишь развлекательные и выставочные центры. Впрочем, документ не окончательный. Согласно закону, теперь предстоит долгий период правок и дополнений. Документ это кроворода, который затрагивает интересы многих жителей города Барнаула. И в частности, генеральный план подлежит обязательному прохождению процедуры публичных служений. Этому посвящена статья 28 Радсоциального кодекса Российской Федерации. Именно такие публичные слушания, как сообщили сегодня в мэрии, намечены на январь следующего года. Отдельно подчеркивается, высказывать свое мнение о будущем облике города могут не только специалисты, но и простые горожане, как лично, так и с помощью средств массовой информации. Илья Кочетков, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. А сегодня депутаты Барнаульской городской думы приняли проект бюджета города на 2017 год. В главном финансовом документе запланированы доходы не выше 6 миллиардов 21 миллиона рублей, а расходы на уровне 6 миллиардов 412 миллионов рублей. Таким образом, дефицит составит почти 400 миллионов. Почему такие, в общем-то, маленькие цифры, 6 миллиардов, а не 9-10, как бюджеты предыдущих годов? Потому что мы принимаем немножко вперед, раньше бюджета края. И мы не знаем, какие межбюджетные трансферты будут нам с вышестоящих бюджетов переданы. Они, конечно, будут, но просто мы не знаем точной цифры. Как было заявлено на заседании, в следующем году в Барнауле увеличат расходы на содержание образовательных учреждений. Город продолжит участие в программе развития внутреннего въездного туризма, в рамках которой в краевую столицу поступают дополнительные финансирования из краевого и федерального бюджетов. Именно на эти средства уже построена лестница в Нагорный парк, а также мост через Барнаулку. Устроится набережная и мост на проспекте Ленина. Разработчики проекта бюджета подчеркивают, что при верстке документа учитывались только собственные доходы городской казны. Увеличить бюджет с учетом региональных поступлений депутаты смогут уже во втором чтении в конце ноября. Ассоциация европейского бизнеса заинтересована в сотрудничестве с Алтайским краем. Накануне губернатор региона Александр Карлин представил потенциальное направление для ведения бизнеса в регионе представителям крупных компаний Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Швейцарии и других стран. Мы считаем, что этот край должен представлять интерес для членов нашей ассоциации. Алтайский край уже несколько лет развивает сотрудничество с европейскими регионами, провинциями Италии, французским регионом Франш-Канте, землей Саксонии Ангальд, восточноевропейскими странами, Болгарией, Польшей и другими. На территории региона успешно работают всемирно известные компании. В рамках встречи состоялись переговоры представителей предприятий края с руководством ряда зарубежных компаний. Интерес инвесторов к нашему региону не случайен, ведь общеизвестно, что край является одной из крупнейших агропромышленных территорий Сибири. Но, тем не менее, Александру Карлину пришлось удивлять европейцев, разрушив некоторые представления. Золота у нас большого нет, у нас есть золотишко. Мы добываем в пересчете на чистый металл до одной тонны в год. У нас, в отличие от типичных сибирских регионов, нет огромного запаса минерально-сырьевых ресурсов. Взрослые проблемы детского спорта решаемы. К такому выводу пришла спортивная общественность Новоалтайска. Накануне с руководителями профильных организаций встретился депутат Госдумы от края Александр Прокопьев, который в новом созыве вошел в состав Комитета по физической культуре и спорту. Алтайскую спортивную проблематику он пообещал вынести на федеральный уровень. Подробнее об итогах встречи Елена Макаренко. Редкий мальчишка не хочет заниматься спортом. Вот только на пути к мечте немало трудностей, причем не только личных. Масса проблем и в самой сфере. Одна из них – сложность с аттестацией тренеров. Год назад Министерство спорта России ужесточило требования. Теперь квалификация преподавателей зависит от числа побед воспитанников на соревнованиях высшего уровня. Все это напрямую отражается на зарплате тренеров. Больше 14,5 тысяч рублей мало кто получает. В итоге в сфере кадровый голод. Вы оцениваете практику этого нововведения? Негативную по отношению к детским спортивным школам. Еще одна важная проблема – сокращение медицинского персонала. По новому федеральному закону медкабинеты в спортшколах должны получить лицензию. А для этого их нужно дооснастить. Оборудование требуется много и все дорогостоящее. При этом нанимать медиков на время проведения соревнований спортивным учреждениям тоже не по карману. Стоимость работы врача краевого спортивного диспансера, если мы его будем нанимать на обслуживание соревнований, стоит 573 рубля в час. Врач плюс сан-транспорт – 697. Реанимационный автомобиль, какие-то виды спорта есть, где реанимация должна присутствовать – 2374 рубля. Ситуацию осложняет все тот же кадровый дефицит медработников. По данным администрации Новоалтайска, на весь край осталось всего 17 спортивных врачей. Эти и другие проблемы, заверил Александр Прокопьев, он обязательно обсудит с коллегами – депутатами Государственной Думы. Проблема непосредственно спортивной медицины, как она выстроена. У нас, в том числе, сейчас, в принципе, как такового спортивного врача, его не воспитывают, даже образовательного процесса не поставлено. Поэтому этот вопрос тоже нужно будет поднимать. Вопрос с медицинским обслуживанием юных спортсменов Александр Прокопьев пообещал решать и на уровне края. Он также отметил, что нужно системно помогать развитию сферы. Ведь без массового спорта не будет побед и в большом. Елена Макаренко, Николай Шилко, Павел Лауронин. Наши новости. Сегодня алтайские судьи выбирали, кто в следующие 4 года будет судить их самих. На общей краевой конференции они должны утвердить составы комиссий, которые будут принимать экзамены у потенциальных работников суда, а также разбирать жалобы на коллег. На мероприятие в Барнаул приехали 189 делегатов со всех районов края. Они представляют арбитражные, военные, а также суды общей юрисдикции. Такая профессиональная конференция проходит раз в 4 года. Судьи собираются вместе, чтобы обусудить изменения в законодательстве и даже материально-бытовые проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Нам удалось за эти годы и материально укрепить базу судов, в первую очередь судов районного уровня. Но то, что нам удалось сделать, я считаю, что это большое дело. Потому что многие суды были отремонтированы, многие суды были построены. Я думаю, что это все, в общем-то, будет нам служить долгие годы. Я хочу пожелать вновь избранному совету судей, квалификационной коллегии, экзаменационной комиссии, чтобы они переняли все положительное, что было наработано судейским сообществом предыдущих созывов, и использовать его в своей работе. И я думаю сегодня, что мы изберем самых достойных, самых лучших людей судейского сообщества. На Алтае стартовал новый сезон, первый в крае премии народного признания «Престиж». Это награда для тех, кто своим трудом или поступком прославляет наш регион. В этом году кандидатов в номинанты могут выдвигать не только представители средств массовой информации, но и сами телезрители. На этой неделе к нам в редакцию пришло первое письмо. Сергея Майского на улице вряд ли узнают, зато его голос и тексты знакомы многим автолюбителям края. Песни про Алтай, реки и горы, и по частоте радиоэфиров неофициальный гимн Барнаула. Музыка его хобби с детства. Гитару оставлял лишь однажды, когда не покорилась столица. Через год успокоился, вернулся к творчеству и новым планам. Хочется получить какую-нибудь музыкальную премию всероссийскую, будь то там золотой граммофон или гриф «Шансон года» или что-то такое, MTV может быть. Если получится это сделать, я успокоюсь по поводу музыки и буду развивать свое поле, свое сельское хозяйство. В обычной жизни Сергей фермер и общественник Первомайского района. Жителям сел дают работу и помогает, чем может. К примеру, четыре раза организовывал благотворительные концерты. И в эту субботу будет очередной в поддержку семьи из 11 человек, у которой летом полностью сгорел дом. Созвонился и предложил им помощь. А Зоя Владимировна, жена главы семьи, пострадавшей, она расплакалась в трубку. И уж после этого я точно понял, что моя помощь необходима, раз никто за это не берется. Сейчас половина семьи живет у знакомых, другая пытается перезимовать в бане рядом с пепелищем. Помощь местных властей ограничилась льготной ценой на древесину для нового дома. 100 кубов за 150 тысяч рублей. Цена действительно до нового года. Пока семья не собрала и половины суммы. И надеется на чудо и Сергея Майского, который, по их мнению, уже заслуживает народной премии. Благотворительный концерт пройдет завтра в селе Первомайское в 19 часов в ДК «Кристалл». Выступать на нем Сергей Майский пригласил десяток групп из соседних районов Новоалтайска и Барнаула. Станет ли Сергей реальным номинантом премии, будет известно в январе. А у вас есть время предлагать своих кандидатов на первую в крае премию общественного признания «Престиж». Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Новый автомобиль всего за тысячу рублей. Такую возможность своим покупателям дарит супермаркет строительных материалов «Формулы М2». Многочисленными призами и подарками магазин отпразднует свой десятилетний юбилей. За 10 лет «Формула М2» стала одним из любимых супермаркетов в Сибири для тех, кто делает ремонт. Здесь есть все, что нужно для обновления вашего дома и создания в нем уюта. За 10 лет компания «Формула М2» приобрела значимое место в жизни Барнаула, Алтайского края и всей Сибири. С нашей помощью были построены социально значимые объекты – больницы, школы, торговые центры. В честь своего десятилетия «Формула М2» проводит розыгрыш призов, главным из которых будет автомобиль. Стать участником может каждый. Есть еще два дня, чтобы совершить покупку на 1000 рублей, заполнить купон, скинуть его в барабан и прийти 30 октября в «Формула М2» на праздник, где и станет известно имя победителя. Кстати, розыгрыш автомобилей одновременно пройдет в Бийске и в Барнауле. Галина Юмашева, Николай Шелко. Наши новости. Осенние дни. Самое время утеплиться и обновить гардероб. В Барнауле работает ярмарка демисезонная и зимняя верхняя одежда. Большой выбор и более чем доступные цены. Все по 3500 рублей. Мужская и женская одежда на любой вкус, размер и возраст. Демисезонные и зимние куртки и ветровки. Кожаные изделия, пальто и модные пуховики. Мех, искусственный и натуральный. Более 2000 моделей самых разных фасонов, размеров, расцветок. И покрасоваться можно и от стужи с ветром защитит. Опытные продавцы-консультанты помогут вам подобрать оптимальный вариант. В том числе с различным наполнителем, пухом, пером, синтепоном или современным тинсулейтом. И кстати, наряду с правилом «Все по 3500» действует дополнительная система скидок. Вы не уйдете без покупки, а возможно еще вернетесь. И торопитесь, срок работы ярмарки ограничен. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции Барнауле 722-440. Хорошего вам вечера, удачных выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...